Здравствуйте, мои хорошие! С вами, как всегда, Маша и вы на канале Вкусно, Просто и Доступно! Сегодня у меня для вас 4 вкусных, быстрых и интересных идеи приготовления ужина или вариации приготовления из картошки. И надеюсь, что хотя бы один из этих рецептиков вам понравится. И начинаю из самого простого, но очень вкусного. Это картошка со скумбрией в мультиварке. Картофель я уже очистила и нарезала вот такими небольшими кубиками. Добавляю сюда лук и морковь, которые я нарезала также мелким кубиком. Добавляю соль по вкусу и можно добавить любых специй. У меня это итальянские травы, приправа к картофелю и растительное масло. Это все нужно хорошо перемешать. Все, картофель замаринован и мы займемся рыбкой. Я почистила скумбрию и нарезала на вот такие порционные кусочки. Добавила немножко соли, приправу к рыбе и можно добавить растительного масла, домашнего майонеза или сметаны. Это уже по вашему желанию. Также все перемешиваем и в принципе все уже фактически подготовлено. Картофель я отправляю в чашу мультиварки. И сверху выкладываю рыбку. Добавляю воду, ставим на функцию тушения на 1 час. И через час наше блюдо готово. Все просто, быстро и очень вкусно. Кстати, на этом этапе можно попробовать, если вам не хватает соли или каких-либо специй, можно добавить. Все, можем подавать на стол. Простое, быстрое и вкусное блюдо, которое понравится абсолютно всем. Подаю я такое блюдо обычно с свежим легким салатом. Моя любимая картофельная запеканка с фаршем. Картофель и лук я уже очистила и нарезаю с помощью вот такой вот шинковки. Если у вас нет, можно и нарезать на ломтики с помощью ножа. Это уже по вашему желанию. Но, конечно, на такую шинковку получается тоненько и очень вкусно. Картофель я промыла после того, как нарезала. Добавляю соль, итальянские травы. Ну, специи добавляйте по вкусу, которые вам нравятся. Немножечко перца. И также растительного масла. Картошку между собой перемешиваю. И все, она замаринована. Берем форму, в которой будем запекать запеканку. И отправляю больше половины картофеля. Распределяя равномерным слоем по всей поверхности формы. Дальше у нас идет фарш. Я его вообще ничем не заправляю. Просто кусочек мяса перемолола через мясорубку. И выкладываю поверх картофеля. У меня это свиной фарш, но можете использовать абсолютно любой. Даже куриная грудка будет очень вкусно и сочно. Уже поверх фарша я его солю. И выкладываю лук, который нарезала тоненько. У меня в морозильной камере еще были грибы. Добавлю 100 грамм шампиньонов, но это уже по желанию. Но, конечно же, с грибочками сочнее и ароматнее. Сверху закладываю все картофелем. Накрываю фольгой и отправляю в духовку, разогретую до 180 градусов, на 1 час и 10 минут. За 10 минут до кончения готовки я подготовлю соус. Натираю твердый сыр на крупную терку. Один помидор нарезаем кубиком. Зелень также измельчаю. Можно зелень абсолютно любую. Это все отправляем в глубокую емкость. И заправляем сметаной или майонезом. Все хорошо перемешиваем. Можно добавить соль, если у вас сыр не соленый. Вынимаю запеканку из духовки. И поверх картофеля выкладываем получившийся соус. Отправляю в духовку еще на 10 минут, чтобы сыр подрумянился. И вот в итоге такое сочное, вкусное блюдо у нас получилось. За что я люблю такие запеканки, что готовятся они очень просто. Но получаются всегда вкусными и удачными. Ну а блюдо в горшочках это, наверное, любимое блюдо абсолютно всех. Мясо я нарезала небольшим кубиком и обжариваю до золотистого цвета. Для соуса берем грибы. У меня это белые грибочки, которые мы сами собирали. Я их заморозила. И вот немножечко они подтаяли. Нарезаю вот такими кусочками. Конечно же, грибы можно заменить и на шампиньоны. Но с белыми это незабываемый вкус. Нарезала вот такими вот небольшими пластиночками. И отправляю на хорошо раскаленную сковороду с небольшим количеством растительного масла. Обжариваю до тех пор, пока не испарится вся влага. И на этом этапе я добавляю лук. За то время у меня уже поджарилось мясо. Я его заправлю по вкусу. Добавлю соли и перца. А в грибочки я добавляю сметану. И вот так вот параллельно все продукты у нас подготовились. Соус я также заправляю по вкусу. Добавила соли и немножко итальянских трав, но это уже по вкусу. Картофель и морковь я нарезала вот таким вот образом, фигурным ножом. Мне очень нравится, так как-то даже интереснее и приятнее кушать. Добавляю соль и приправу к картофелю. Это все перемешиваю. И можно наполнять горшочки. Больше половины наполняю картофелем с морковью. Добавляем следующим слоем мясо. Ну и конечно же заливаем это все грибным соусом. И это все я заливаю овощным бульоном. Отправляю все в духовку разогретую до 200 градусов на 1 час. Через час вынимаем из духовки и по желанию добавляем еще твердый сыр. И в духовку на 10 минут, чтобы сыр расплавился и немножечко даже подрумянился. И все, посмотрите какая красотень. Это просто обалденно вкусно и ароматно. Я думаю, что это блюдо нравится абсолютно всем. Я даже такие горшочки очень часто готовлю на праздничный стол. Это вкусно, сытно и очень-очень ароматно. Особенно если это с лесными грибами. Ну и напоследок, наверное, самый простой рецепт. Картошку я сразу отправляю в форму, в которой все будет выпекаться. Если у вас картофель побольше, разрезайте на 2-4 части. Это уже по желанию. Если мелкий картофель, можно оставить целый. Сразу же в форме буду все заправлять. Добавляем соль по вкусу. Я беру вот такую чайную ложку с горкой. Также перца. И специи. У меня это копченая паприка, хмели-сунели и приправа к картофелю. Сбрызну немножечко оливковым маслом. И между собой это все перемешаем хорошо. Все, картофель готов. Дальше берем сало. У меня вот такой вот подчеревок, он с прослойкой мяса. Но можно использовать даже сало из банки. Но если вы будете использовать соленое сало из банки, то солью картошку уже добавляйте намного меньше. Я нарезаю вот такими вот кусочками. Также можно взять там, к примеру, 300 грамм сала и 200 грамм мяса. Это уже по желанию. Но нам нужно именно сало, чтобы картошечка запекалась в таком вот, можно сказать, сальном жире. Лучок я нарезаю тонкими полукольцами. И отправляю к салу. Это все перемешала между собой, немножко посолила по вкусу. И выкладываю поверх картофеля. Накрываю все фольгой и отправляю в духовку, разогретую до 200 градусов, на минут 40-50. Конвекция вверх-вниз. Через 50 минут я открыла фольгу и дала шкварочкам подзолотиться еще минут 10. Все вынула из духовки. Посыпаю измельченным чесночком. Ну и, конечно же, укропчиком. И все, такая простая, вкусная, запеченная картошка по-селянски готова. Все просто, быстро и очень вкусно. Ну что ж, мои хорошие, вот такую вот подборочку я сегодня для вас подготовила. Я надеюсь, что хотя бы один из этих рецептиков вам понравился. Если же так, подписывайтесь на мой канал. И не забывайте про колокольчик. До новых встреч, как всегда, на канале. Вкусно, просто и доступно. Готовьте с любовью и будьте здоровы. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!